Винтажный стиль Винтажный стиль, наверное, никогда не покинет модные подиумы по всему миру. В тех или иных вещах он проявляется постоянно. То в моду входят винтажные вещи, то макияж неким винтажными нотками. И везде требуется ретро-стрижка. Некоторые стрижки становятся культовыми. Одна из этих стрижек и есть сессон. Эту стрижку в 60-е годы 20 века придумал известный парикмахер-новатор Видал Сосун. Он не просто придумал новую стрижку, он и применил и новый метод. Он стал стричь не на расческе, а на пальцах. Тем самым, изменяя угол среза и высоту прядей, также он начал применять эффект градуирования. Стрижка сессон стала настоящей иконой парикмахерского искусства конца 20 века и эталоном стиля для миллионов женщин. Эта ретро-прическа считается классикой парикмахерского искусства. Сейчас она опять в тренде. Причем помимо стандартного исполнения, мастера предлагают множество ее вариаций. Поэтому и не стоит переживать, что вы будете выглядеть с такой стрижкой, как под копирку. Сегодня это оригинальная современная стрижка, подчеркивающая элегантность и строгость. Эта стрижка очень популярна и придает густоту на короткие волосы. Итак, ее плюсы. Позволяет создать интересный образ стиля ретро, деловой леди или с бабушной девчонки. Она добавляет волосам объема, очень женственно и выглядит необычно, не требует усилий в укладке. Она универсальна и подходит под любой возраст. Подчеркивает линию шеи и открывает лицо. И также скрывает недостатки, например, торчащие уши и слишком высокий лоб. Очень выглядит аккуратно и в меру сдержанно. При этом позволяет подчеркнуть индивидуальность женщины и ее стиль. Структура волос для данной стрижки не играет большой роли. Ее можно выполнять как на тонкие волосы, лишенные объема и густоты, так и на плотные густые пряди. Подходит под любой возраст. Как вы заметили, стрижка, эта стрижка не только имеет ровную или треугольную челку, куда более удачно будут смотреться асимметричная или почти косая, градуированная челочка. Эту стрижку делают на короткие волосы, волосы средней длины и на длинные волосы. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, стоит присмотреться к данной стрижке, взглянуть на нее с другой стороны, современным взглядом. И тогда точно, возможно, кто-то сделает выбор в ее пользу. Благодарю всех за внимание. Выбор всегда за вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok